Всем привет дорогие друзья, с вами снова Александр и сегодня я хочу вам рассказать о долгожданном обновлении, на мой взгляд, эта коляска нуждалась в этом. Коляска от компании Joy Lightrox 4 Pro Air сегодня у нас с вами на обзоре и они все это дело обновили и она получилась практически без слабых мест, друзья. Одна из самых популярных колясок, причем подчеркну, и до этого была. Так, смотрите, вообще пайсонируется эта коляска как всесезонная прогулочная коляска на надувных колесах в названии Air, вы уже, наверное, поэтому все и поняли, цвет которой сегодня мы будем обозревать цвет коляски, он у нас оливковый называется, и поэтому, чтобы вы понимали, что за цвет у меня в обзоре. Начнем мы изучение сверху вниз, но перед этим в двух словах технические данные вам назову. Это Великобритания, если вдруг кто не помнит, что это за бренд. Производитель дает гарантию у нас один год. Вес коляски у нас 9,8 килограмм, вполне себе адекватный вес для такой коляски. Спинка имеет очень хороший диапазон регулировки 95, друзья, 175. Это, наверное, один из самых широких диапазонов, что я когда-либо видел. Производитель заявляет, что можно эксплуатировать колясочку с 3 месяцев, но я лично рекомендовал бы с 6 месяцев. Максимальная ширина колесной базы у нас 59 сантиметров, и вес ребенка она выдерживает 22 килограмма. Кстати, в комплекте будет еще идти фирменный дождевик и вот такой прикольный органайзер, в котором можно положить какую-то мелочевку с крышечкой и два глубоких подстаканника. Как по мне, просто топовое решение придумали, не мешается по бокам, не нужно убирать при сложении. В общем, с этим все хорошо. Так, смотрите, обновилась также здесь ткань. Ткань действительно стала прикольная, качественная, тактильно приятная, износостойкая, как показывает опыт. На козырьке у нас есть вот такое окошечко с сеточкой, чтобы могли следить за ребенком. Можно козырек увеличить одним буквально движением. Открываем и делаем его еще больше. Но, как и в предыдущих колясочках, остались сбоку вот эти окошечка с сеткой. Но в летнее время года это все равно будет хорошо работать. Так, что касается сидений, друзья, здесь стало больше сидений, потому что раньше оно было поуже, сейчас это широченная спинка, очень высокая, много места. Пятиточные ремни, как по классике, с мягкими накладками и на плечевой, и на паховой зоне. Подножечко, все стандартно. Ступенечка глубокая, чтобы ребенок ножки ставил, залазил на нее. И еще одно нововведение. Здесь поменялся бампер. Он теперь у нас откидывается, как калиточка, и вниз убирается, чтобы удобно было посадить ребенка. Раньше это делать было нельзя. Вот, поэтому с сидением, с безопасностью здесь все очень хорошо. И также хочу подчеркнуть, что очень мягкая сидушка, мягкая. Достаточно много наполнителя в сидении, вся конструкция мягкая. И что мне понравилось, здесь стоит амортизация в самом сидении. Просто вот помимо амортизации в конструкции коляски, здесь амортизация в самом сидении. Прям максимально технически напичканная коляска. Так, давайте теперь посмотрим на шасси, что у нас здесь. Снизу, снизу сразу скажу, нововведение просто прекрасное. Помимо надувных мягких колес, это самое важное для плавности и тишины хода коляски, у нас обновился багажник. У него теперь удобный доступ и спереди, и сзади. Он стал больше. Раньше доступ был маленький. Туда что-то, даже мячик особо не запихнешь, только маленький. Сейчас же вообще прекрасный багажник, хорошо, качественно сшит и очень надежно одет на саму конструкцию коляски. Не на сопливых крючочках, а все внахлест. Все прям очень надежно и хорошо, с высокими бортами. Ничего оттуда вываливаться не будет. В общем, вообще ноль претензий. Тормоз, друзья, давайте проверим, изменился или нет. Вот, встала и еще раз сверху нажали, сняли с тормоза. Не нужно нам обувью ковырять, пачкать, все супер хорошо. Передние колеса, единственное, друзья, они просто резиновые, они не надувные. Камера только в задних колесах. Ну и амортизация, естественно, присутствует, антишок спереди, все сделано как надо. Что касается ручки, друзья, ручка. Здесь эталонная в плане толщины, материалы очень хорошие, все здорово, держать удобно. Но она не регулируется ни по наклону, ни по вылету. Она статична, вот как есть. 186, мой рост, друзья, проецируйте, как будет вам. Но по ссылке внизу пройдете после обзора. Есть точные технические характеристики этой коляски. Есть информация о высоте ручки до пола расстояний. Поэтому можете там потом ознакомиться. А теперь давайте, друзья, посмотрим, как эта конструкция вся складывается. Здесь у нас под сидением есть ручка с кнопкой. Там все очень просто. Открыли крышечку и там увидите пуш. И вот так эта вся конструкция складывается. Есть вот такой фиксатор, чтобы она не разложилась. Переносить можно вот за этот же ремешок. Поэтому, как по мне, супер. Теперь давайте посмотрим на те самые 175 градусов, когда лежит ребенок. Максимально закрытый козырек. На задней стеночке у нас теперь есть вот такая опция, чтобы проветривать. Раньше этого не было. Была глухая стенка. Теперь она для летнего времени года подходит еще лучше. Все супер. Регулируется спинка здесь без ремешков. Просто толкаем наверх. Все. Чтобы опустить рычажок и тянем вниз. Соответственно, вот эти же положения в обратном порядке. Так. Собственно, все, друзья. Всю информацию, которую я хотел донести, я донес. Как по мне, обновление. Все, что обновили, сделали намного лучше, чем было. И теперь она без особо слабых мест, друзья. По ссылке пройдите. Она еще и стоит, на самом деле, недорого. Действительно, хорошее предложение на рынке от хорошего именитого бренда. Собственно, все. Добавить мне больше нечего. Вопросы остались. Комментарии открыты. Пишите. Там с вами пообщаюсь. Вам хорошего, грамотного выбора. Всем удачи. Пока. Продолжение следует.